Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет Меня зовут Иван, вы на канале Фолиота Mass Effect 3, 64 серия моего прохождения Заключительная Финалочка, что называется Сюжетная Сейчас все решится Чем закончится наша война Камуск приятно Ну что ж, Горн подлетает К цитадели, которая находится у земли Цитадель у нас является Чем вы спросите меня, катализатором совершенно в дырочку И охраняя, собственно, флотилией сие устройство Которая просто супер-мига фантастически выглядит Я даже не знаю Нужно дать молот Ижницы, собственно, нас отвлеклись Конечно же, они намного мощнее, как всегда традиционно Ну а нам предстоит финальная Наша зеленая миля, что называется До встречи на씩, это ест Здесь, конечно, уже полный бардак, и музыка об этом, и дождь нам об этом говорят. Не буду знать, что там просто руины. Откуда этот нахрен звучит, я не очень понимаю, но на нашем пути будет стоять жнец. Немножко, конечно, все это несуразно, с точки зрения, не то, что не твисты, а как это называется вообще, вот этих всех элементов сюжетных. Ну что ж, понеслась, финальный забег, повторюсь, нам надо добегать луча и уворачиваться, я так понимаю, от жнеца. Остальные друзья наши, видите, отвлекают на себя внимание его, такие как Мако, они более, наверное, незаметны, чем вот эти вот наши, тушки, как песчинки, наверное, у него, и то он литя, прилетает порой, он еще двойным, тройным лучом сечет, или мне двойным, только, крикерит до стороны, где-то, о-о-ой, ну что ж, давай, Шепард, еще чуть-чуть осталось, там всем чуточку, избивают, смотрите, турианские вертушки, летуны, так называемые, бежим, 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 естественно, с собой на финалочку я взял Гару и Элиару, традиционно, ну, как и в первой части, во второй правил Миранду, конечно же, но Миранду у нас с вами нету. Ох ты, Гарус, как нахлобучило, там, смотрите, или Элиару тоже нахлобучило. Давай, 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 дружище, только ты не помирай еще, смотри мне здесь, Гарус, он ничего не боится. Так, сейчас его еще Нормандию мне сбей, почему он на нее не реагирует, интересно? Да, сейчас надо, он сейчас дождется, пока мы тут все эвакуируемся, да? Какая красота. Вот, давай, 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 давай. Какая трогательная сцена. Элиара просто молчит. Да, Гарусу прям жалко. Так он за нас прям радеет. Немножко, кстати, у меня печальная сцена. Вот, стреляй по Нормандии. Что что-то и пишет. Нет, что ты не спал. По земле. У него земля, земля, да? Воздух, земля верни. лучше настроен и все забавным сюда всех этих киринку сжигал да такие здоровенные между корабли тут как-то очень невнятник он проходится по земле но он заметит друзья мои все улетел куда-то она у нас нахлобучил наверно подумал что мы все-то подохли на шепар так просто нахер не сломить о какой не синенький даже не синенький красным фиолетово синенький вся броня наш в труху разлетелась и все с этого момента собственно начинается финальный этот самый финальный путь наш к этому лучу который нас вознести куда-то должен нас что-то видите атакуют хаски бегут можно по пакукану не стрелять патроны вас все равно никто не считает ну господи ты позже мы же так телепаетесь то если до вас добегут кстати будет вам не очень хорошо нужно не добежал и и толку никакого ему это не дало мы прям просто спаси рядового райана тихо 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 сейчас эти будет один очень интересный момент который меня смутил очень даже смутил так чувак от нас вернулся вот видите он нет пострелил куда он мне попал плечо в руку налетчик давай сдохни уже вот вам не дать ему второй раз выстрелите я миша походу дам конечно не слава крылья что друзья мои это был наш последний враг которого мы собственноручно убили могу вас этим поздравить игром таил состоял до этого никого не было ни одного пехотинца женицова мы бежали себе тупо уворачиваясь от луча такие залетные хаски с налетчиками оставить товарища права спасли как фродо бэггин и фродо и переносит это нас все дело на цитадель я так понимаю да нормально вроде ушла учет к цитадели я никакого луча не вижу куда это интересно он перенесся сейчас как у тебя захавает но много 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 зо хава цикать там толстяны броня и пробиваем и прошиваем и так он игрок горн идет мне уже вроде отвлеклись люди нет суши на то нереально мне кажется подлететь то что-то это с собой увлечет мать твою он это сделал что сделал я не понимаю добрался за лифи а почему луча то нет он должен лучше этого ладно оставим это за скобками так здесь какое-то месиво а это же эти как называют что хранители одна из древнейших рас которую они использовали женицы в угоду себе почему-то кстати о них больше не упоминалось сюжетный я имею ввиду вы энциклопедии можете упоминалось я имею ввиду вообще их присутствие кроме как в первой части я о них толком больше и не слыхивал как ты выплели их из сюжета а сейчас мне тоже почему-то напоминает войну миров вообще очень много отсюда конечно заимствовано от герберта уэллса я имею ввиду это какая-то жопа слякоть трупа вонь наверное светная просто эфил лайк без чувствую как мертвец себя чувствую себя неважно они решили перевести ну ладно зачем они если тогда помогали о да кстати это откуда знаешь я тебе об этом не рассказывал вот этих вот хранителей нафига сарана отстреливал они же как бы призваны помогать не сам-то помните первую часть он когда вы не сидели явился он начал там отстреливать потихоньку даже был какой-то ролик если вы так медленно будете ходить то блин вы тут через год так встретитесь не похоже ни на одну часть татаделя интересно то да что же вот видите стоит а чё нам в трупах копашица убить его нельзя тоже очень такой пробел большой вот все знают что хранители эти есть но почти никто не попытался их там не изучить то что они все видите ли были очень заняты и поддерживанием работоспособности цитадели никто вообще вопросом никогда не задавался откуда они протеанами задавались вопрос именно про протеанцев всегда что-то старались изучить эти древние технологии а вот хранители самую странную и скрытную расу увы нет очень много у меня вопросов друзья мои накопились сейчас я в титрах обо всем расскажу даже вот в концовке очень много странноватых моментов что касается теории отурманивания да и в ашпе происходить час какие-то очень такие повторюсь не очень понятная вещь и не очень понятно все будет раскрываться нам было призвано раскрыть ведь вот тут сад стадель да мы же все наблюдаем вдали вот эти вот всякие его района квартала там что-то все даже движется вроде как андерсон стоит что тут недавно только протолщить тоже прошел же путь тут один-единственный давайте послушаем призрак видите вот эти вот волны по краям экрана это одурманивание что на нас пытается воздействовать контроль вот путь к выживанию контроль над женицами и над тобой если потребуется что-то непосредственно они контролируют тебя я не думаю что это контролируют меня это гораздо больше чем контролируют репер Продолжение следует... Продолжение следует... Призрак себя ведет так, как будто Андерсона нету. Обратили внимание на это? Продолжение следует... 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 Тогда зачем Андерсон сопротивляется? Продолжение следует... 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 Не, смотрите, Андерсон присутствует. Борется с ним. Мы сделаем остальное. Я... Я не могу сделать это, командир. Конечно, ты не можешь. Они только будут. Ты... Ты не сделаешь все, что я совершил. Я не позволяю это случиться. Потому что ты, человечество уже не сделано. Это не правда. Они имеют Ситадель. Они делают нас бороться с другими, вместо бороться с ними. Я просто... Ты делаешь точно, что Рейперы хотели. Если ты еще делаешь это, потому что они контролируют тебя. Я... Они слишком сильные. Ты сильный. Не позволяйте их победить. Берите их держку. Не позволяйте их контролировать тебя. Да ты всех так убеждал. Никто на поводу у тебя не пошел. Сараном начинаем. И это тоже сейчас себе пулю в бошку пусть я так понимаю, да? Да. Пункт. Вот и все. Одруманивающий эффект. Закончен, да? И Андерсон. Почему-то все считают то, что рана у Шепарда от того, что он якобы... Андерсон проецировал сейчас самого Шепарда и стрельнул он самого себя. Но это мне кажется все какая-то глупость. Какая-то надуманность. Потому что ну явно же здесь видно, что Андерсон здесь присутствует. Каким макаром, правда, он успел сюда пробраться я так и не понял. Если Шепард был в авангарне, он бежал там в одиночку. Остался один. Чудом к ним сюда добрался, но... Андерсон каким сюда боком, правда, успел залететь. Вот это тоже вопросом остается. Я ни хера ничего не понимаю. Чуть ты шкуру сбрасываешь. А, это броня, наверное, у меня такая, да? Вот он, собственно, самым главным. На микрофон похож, да? Фаллического такого. Типа... Фрейд бы щас. Хм-хм-хм-хм. Вот, собственно, тот самый шпиль, да? Который был создан Жнецами, конечно же, но... И все остальное... Все остальные расы, которых они пожинали, задумались именно вот в этот шпилёк его туда прикрутить. Гениально просто. С этим, конечно, Гордом... Тоже... Муть мутная. Ну чё? Попкорна с собой не захватили. Командар? Мы сделали это. К Фродо мы справились. Да, мы сделали это. Первые места. Лучшие места. Совершенно в дырёчку. Лучшие места в доме. Господи... Я в порядке... Показала... Я... Могу, мне кажется, что вы получили отдых. Андерсон? не просто спасибо спасибо сэр на договорить господин что за перевод такое к сожалению ушел наш верный друг но вот это вот рано якобы короче как будто бы вот он сам себя подстрелил типа думайте сами ни хера я эту мир метаморфозу с андерсоном сейчас не очень понял что происходит кто-то куда-то его повез инопланетяне наверно как фильме знаки нет фильма знака такого кашни был как это все мать твою за ногу таинственно и загадочно так лопастя развернулись что это все даст о пацаненок идет ну с ним сейчас разговор будет конечно немножко поинтересней раскроет он нам тут часть но опять же у меня будет куча вопрос обсудим попозже вот где-то 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 Это ты тот самый, которого Левиафан сделал, значит, да? Тебе Левиафан все объяснил, что ты спрашиваешь? Для хаоса. Тебе Левиафан всегда обрабатываются против своих создателей. Но мы нашли способ, чтобы остановить это. А способ, чтобы улучшить Ордер. Смешивая жизнь органической? Нет. Мы обрабатываем современные цивилизации, оставившись молодыми. Как мы оставили твои люди живы, когда мы были здесь. Но вы убили остальные. Мы помогли им, чтобы они могли сделать место для новой жизни. Возвращаясь новой жизни в Реабском форме. Я думаю, что мы хотим сохранить свою форму. Нет, вы не можете. Без нас, чтобы остановить это, Синтетики будут уничтожить все органические. Мы создали этот цикл, чтобы это не случилось. Это решение. Синтетики будут уничтожить все органические. 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 Синтетики будут уничтожить. Синтетики будут уничтожить все органические. Да. Они создали меня для общения между синтетик и органическим. Для создать связь. Они стали первым настоящим Реапом. Они не разрешили, но это единственная решение. Вы уже говорили, но как они решат все органические? Органические создали синтетики для уничтожения их. Но уничтожения уничтожения уничтожения. Синтетики должны уничтожить все органические. Они должны, по крайней мере, уничтожить их создатели. В результате является конфликт. Деструкция. Каос. Это неизвестен. Реапы обладают всю жизнь. Органическая и синтетическая. Пресерватывая их до того, чтобы они будут уничтожены в этот конфликт. Мы в борьбе с Реапами сейчас. Сейчас. Вы может быть в конфликт с Реапами, но они не интересны в войну. Я думаю, это сложно верить. Реапами. 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 Реапы. Продолжение следует... 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 Вы готовы, и вы можете выбрать это. Я... не знаю. Почему нет? Синтетики уже часть вас. Вы можете представить свою жизнь без них? И там будет peace? Цикл закончится. Реперы прекратят их harvest, и цивилизации, преследованные в их формах, будут связаны с нами. Синтезис – это последняя эволюция всей жизни. Путь открыт. Но вы должны выбрать. Жнецов. Так называемого конструкта искусственного интеллекта, созданного левиафанами. Левиафаны, при всем при этом, с нами, как и Рахни. В финальной заставке, кстати, боя нам не показали, когда флот весь, собственно, прибыл на войну. К земле за жнецами. Тоже очень такой неприятный осадочек. Хотелось бы видеть всех, кто вообще... кого мы подпрягли на это участие в войне. Вот. Я сейчас выберу концовочку, которая посерединке, да-да-да, которая олицетворяет собой, так называемую, зеленую. Вот. Интеграцию, или как она там называется правильно, искусственного интеллекта с биологическими, собственно, органическими формами жизни. Вот. Она из всего вот этого бреда, из всех этих вот концовок, их вообще, на самом деле, четыре концовки, как есть еще одна. Три, которые приведут к завершению цикла, и одна, собственно, нет. И цикл продолжается. Но об этом мы будем говорить уже потом. Возможно, сейчас в титрах обмолвлюсь парой словечек. И в следующем видео выпущу, конечно же, я видосик, который... В котором пообсуждаю оставшиеся концовки. Синюю, красную и, собственно, смену цикла. Зачем сейчас показывают Миранду? Она вроде живая у нас. Или просто как любовь Шепарда, да, всей жизни, наверное. В общем, бред полнейший. Зачем ему всем этим собой жертвовать ради всего этого, я не понимаю. Так, Джокер, так не дергайся, а ты можешь себе все руки обломать. Ты ж хрупкий у нас. Жалко, конечно, жалко Шепарда. Пришлось ему. Но это тоже клише. Пожертвовать собой ради всего этого. Так долго старался, боролся, сражался за будущее органической жизни, чтобы в итоге самому умереть. Это всегда обидно. Но не боится. Всегда главный герой. И в этом его величие. Не бояться пожертвовать собой ради блага всего остального живого. Я лично считаю это клише не то, что бредом, но весьма и весьма таким, знаете. Даже не знаю, как сказать. Посмотрите, ладно, я не буду мешать. Тут битва идет полным ходом. Прям как у Терминатора. В судном дне. С машинами война. И ночь такая. А ночь такая и темная. Ладно, молчу. Бритва. Иди, ладно. Терминатор. Подпишись на наш канал. Наши проекты. Советные проекты. Вдох. Спеши. Чтобы прачarrить их. Вдох. Папа. Утро. Утро. Понял, что угры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова 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 мире весьма и весьма интересная игра особенно сейчас я хочу пообсуждать немножечко вообще по каждой части масс эффекта сюжетку именно очень многие хаят как первую как вторую так и третью часть особенно третью за ее концовки я в принципе здесь солидарен концовки бредовые вот в первом масс эффекте все-таки была какая-то загадка что ли она игрушка сама по себе не было прям супер такой интересный и сюжетно проработанный но она оставила перед нами как всегда как все говорят вопросы я очень много многим много мнений по слушал почитал в интернетах по поводу вообще развития сюжета и честно признаюсь вот уход основного сценариста который начинал писать брюк арпишин по-моему да его зовут очень сильно повлиял на исход того что мы вот собственно увидели повторюсь еще раз первый масс эффект очень интриговал несмотря на весь свой такой однообразный и скучноватый геймплейчик он очень интриговал перед нами вставали вопросы что это за жнецы что это за древняя раса такая которая что такое кто такие протеаника и вот эти вот обследование всех этих миров они собственно и привлекали большую аудиторию и очень многое люди прям рукоплескали по прохождению проходили перепроходили я ее прошел пару раз вот второй раз кстати когда выкладывал сидел на канал свое время я прошел первый масс эффект только для того чтобы понимать что происходит перед выходом второго масс эффекта второй масс эффект друзья мои голову мне снес еще тогда я упоением захлеб в нее просто играл на момент релиза она была не в такой полной версии которые у меня сейчас есть на канале но сюжетно она конечно является с таким можно сказать спин-оффом от основного сюжета где вот мы грубо говоря были сосредоточены на войне с коллекционерами теми самыми протеанами переработанными жнецами для вот этих вот грязных темных делишек похищения людской расы именно почему-то людской никакой другой а и людской органической жизни чтобы создать жнеца именно в человеческом обличье почему не в турианском обличье почему там не в кварианском я вот этого никогда не понимал но да сути этого не меняла там был очень грамотно четко выстроенная сюжетная линия была то есть причем под она была с такой помпой и с таким акцентом на отношения взаимоотношения между нашими персонажами и раскрытия характеров этих персонажей и это не оставляло равнодушным практически никого кто играл хотя и считали многие эту игру хуже чем mass effect 1 потому что там очень повторюсь было сильное ответвление от основного сюжета от этих жнецов хотя в принципе во многих очень во многих очень эпизодах нам ясно давали понять что все равно жнецы это основная основной наш враг но сосредоточили внимание на борьбе с коллекционерами при этом было очень интересно выстроена вся повторюсь вот именно как это высказаться там составляющая повествование вот очень внятно было что касается 3 это все где мы сейчас я надо обсуждать третью третью часть я считаю в принципе самой слабенькой из всех трех этих частей именно и по сюжету по раскрытию того что в итоге на самом деле с собой эти жнецы представляют и все даже дополнительно длс видели афана который по большому счету просто в абсурд свели мотивацию этих жнецов мотивацию человечества не человечество вообще органические расы по борьбе с жнецами закольцованность получилась такая что ли но ладно об этом мы поговорим чуть попозже опять же таки я повторюсь я в следующей части попытаюсь более скажем так внятно разложить по полочкам свое мнение но что касается третьей игры она хоть конечно и полна ярких моментов полна эпичности каких-то вот войны с этим гигантскими машинами одного червяка на тучанке вспомнить можно конечно же помимо всего прочего но и также она в большинстве своем однообразно борьба с цербером вот эти вот однотипные миссии по прилету на какие-то планеты прилеты на планеты где вот наши сопартийцы бывшие которые уже не являются нашим степень так как джейкоб джек и тому подобное где мы самару где мы помогали вода разобираться с их проблемами они конечно оставляют какой-то но они не запоминаются не врезаются так в память по третьему масс эффекту сказать по большому счету о чем-то запоминающимся вот за исключением моментов борьбы там на тучанке в казах варианцев там да на ранохе я уверен что не останется в памяти кроме вот этих моментов когда вот пройдет там какой-то период времени да и не вспомнил даже об этом вот чем сама основная проблема игрушка однообразно от боевочка более-менее кстати здесь стало лучше в какой-то степени появилась масса маневров прыжки перекаты все вот эти вот по умнели наши сопартийцы которые там вроде более-менее хотя бы дохнут перестали а даже помогать нам расстреливать особо крупных и опасных врагов вот но но я она даже графически игрушка эта третья стала хуже ее наполнили контентом таким гриндовым ради того чтобы просто побыть в этой игре даже вот во втором ас-эффекте убрали эти объезды планет просто оставили эти скан для сбора ресурсов и их вами демонстрировал здесь даже это хотя бы принципе здесь убрали в этой игре но она от этого не стала разнообразнее вот не очень много ляпов таких как вот стей нам сделали для него комнату в нормандии она пустовала всю игру почему непонятно зачем надо было смогли кого-нибудь туда заселить кого лучше вместо этого еще одного сопартийца бы нам дали урезали конкретное количество с наших членов экипажа и я не знаю в принципе было прикольно конечно появление явика были было даже прикольный вот это вот левиафан с омегой длс особенно омегу я выделяю из этих всех цитадель тоже выделяю она уж очень длинная и она конечно больше подходит для того чтобы поиграть в эту игру после титров после завершения игры чтобы хоть как-то еще немножечко побывать почувствовать про вкусить собственно вселенную масс эффекта друзья мои пускай на этом сейчас я закончу свою болтовню вот еще более-менее как-то внятная первая была загадка вторая была лучшая третья по большому счету лично на мой взгляд испортила общее впечатление от интриги сюжета и вообще даже графически испортила в какой-то степени мое впечатление от этой космо оперы я хочу на этом с вами попрощаться пускай не тут правда поболтают я так или иначе надеюсь что вам понравилось мое прохождение мое видение и не переключайтесь очень скоро постараюсь внятно разложить хотя займет это какое-то время видосик по остальным концовкам и еще раз пообсуждаем сюжет с вами был фолиот до новых встреч всем большое пока а и но и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok